Приветствую, мои дорогие! Сегодня у нас 21 марта 2014 год, четверг, цвет оранжевый, вечери любви, тайные вечери, день Архангела Уриила, огня, огонь и свет божий переводится его имя, цвет оранжевый, цвет счастья, цвет божественного огня. В эзотерике, оккультизме день Юпитера или Зевсовой мифологии, значит, покровитель перемен, образование, общественных связей, коммуникаций Юпитера и вообще социально-общественных движений, перемен, преобразование. Они там революции сюда входят, всякие там референдумы и все прочее. Вот за это все отвечает, как учит Юпитер в том числе. Но мы сейчас поговорим о самом празднике Навруз, который сегодня отмечают все иранские и тюркские народы. И, как ни странно, Грузия. Единственная православная страна на земле, которая, христианско-равославная, в которой Навруз отмечается тоже. Вот я этого не знал. Значит, кто отмечает сегодня Навруз праздник прихода весны, Нового года по астрономическому солнечному календарю, солнечному, не лунному, как китайцы там и другие народы, а солнечному. И вот этот календарь, значит, принимали вавилоняне, персы и их предки, тюркские народы. Вот кто отмечает сегодняшний праздник в мире? Я вам назову эти государства. Азербайджан, Албания, Афганистан, Босния, Герцеговина, Грузия, как я сказал, некоторые штаты Индии, Иран, Казахстан, Китай, значит, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, некоторые районы России, Башкирия, Татарстан, некоторые другие тюркские республики, исламские. Значит, Таджикистан, Туркмения, Турция, Иранский Курдистан и Узбекистан. То есть от Монголии до Албании прокатилась волна вот этого праздника, его будут отмечать. Накануне в Иране, в Азербайджане, в других странах были празднества, потому что Навруз отмечают заранее. Огнепоклонники и поклонники зороастризма, который есть и сегодня, возжигали огни и прыгали через огонь. Мы читали информацию, что в Иране погибло очень много людей, которые отмечали, значит, вот эти все праздники с огнем связанные, прыгали через костры, там падали в эти костры, гибли и ожоги получили. Плюс фейерверки, которые тоже принесли урон, покалечены были люди и погибли. В общем, много всего. Вот это все Навруз. Навруз является интернациональной традицией, не имеющей отношения к исламу и исламским обычаям вообще. Вот это как раз поразительное обстоятельство. Страны, которые приняли ислам в той или иной форме, как государственную религию или частично, как в Китае, Синган, уйгурский автономный округ, где мусульмане живут, они там отмечают. Значит, и вот эти вот, которые приняли ислам, они, тем не менее, Навруз отмечают языческий этот праздник весны Нового года, Нового Солнечного года. Значит, официальный статус Навруз приобрел в Ахимединской, Ахименицкой империи, как религиозный праздник зороастризма. Продолжает повсеместно отмечаться и после арабских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. А оно всегда приходится на 21 марта. То есть день равен ночи. Как раз переход от света, от тьмы к свету, от зимы к весне, к новой жизни, к изобилию, процветанию и тому подобное. То есть праздник имеет сугубо земные причины и связан с астрономическим явлением весеннего равноденствия. На территории Ближнего Востока Навруз празднуется только представителями тех народов, которые проживали там до прихода арабов. Распространение ислама и возникновение арабского халифата. Соответственно, Навруз, например, не празднуется арабами вообще. В Турции, как часть антикурдской политики, с 1925 по 1991 год он не отмечался и был запрещен. Сейчас Турция его отмечает и широко. В Сирии празднование Навруза по этой же причине запрещено до сих пор. 30 сентября 2009 года Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. И с этого времени, 21 марта, объявлено в ООН как Международный день Навруз. С чем я вас и поздравляю. Значит, проживая на Кавказе, проживая среди народов разных национальностей, в Осетии в том числе их много, где я сейчас нахожусь, я поздравляю всех, кто почитает Навруз и кто отчет ведет Нового года с этого дня. Пару лет назад я был на празднике, когда собирались здесь, во Дикавказе, значит, народы, отмечающие Навруз, был концерт большой и так далее. То есть это веселье, торжество, радость, солнце, света, весны и победы добра над злом. Вот так бы я это сказал. Значит, празднование Навруза по различным названиям широко распространено во многих культурах Передней и Средней Азии, входивших ранее в зону влияния Персидской империи и Персидской культуры. Значит, в настоящее время Навруз отмечается 21 марта как официальное начало Нового года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Вот это два главных эпицентра празднования этого дня, этого праздника. Видите, исламские страны легко отмечают. Как государственный праздник Навруз отмечается в Таджикистане, Узбекистане, Токменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане. Среди народов, отмечающих Навруз, повелось, чем щедрее праздник, масштабнее, красивее, шума побольше, красоты, а цвет желтый, оранжевый, красный, алый, малиновый, то есть яркие цвета, цвета весны, цвета жизни. Значит, тем благополучней пройдет этот год. Как национальный праздник Навруз отмечается 21 марта в некоторых национальных регионах России. Национальный праздник. Таких как Дагестан, Татарстан, Башкортостан и в других. Также Навруз отмечается, значит, в Синьзан, Уйгурском автономном округе Китая, Южном Куртистане, Север Ирака, некоторых районах Индии, регионах, среди бекташей в Албании, Федерации Боснии и Герцеговини, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии. Вот такой огромный размах. То есть многие-многие миллионы людей празднуют этот день. Почему я праздную этот день по-своему? Потому что основой календаря Вавилонского, который определяет годы и циклы, является именно этот день. То есть по Вавилонскому календарю Персидской империи год начинался 21 марта. Ну, я немножко усовершенствовал эту тему теперь с 1 января для меня. То есть, потому что более растянутая эта дата, более широкого охвата. И я ее, значит, использую уже много-много лет, десятилетия, даже четвертый десяток уже, почти именно по этой причине. Поэтому это точка отправная для и моей работы тоже, и прогнозирования и так далее. Кстати, жду до приема, не забывайте. Данные все под видео. Дальше. Значит, навруз является также началом года по календарю Бахаи. 30 сентября, как я сказал, ЮНЕСКО этот праздник, значит, учредила. 23 февраля 2010 года на 64-й сессии Генерального особления ансамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки Дня культуры мира консенсусом из многих стран была принята резолюция, озаблавленная Международный день навруз. В соответствии с текстом резолюции Генерального особления ООН признает 21 марта как Международный день навруз. Приветствует усилия государственных членов, которых отмечается навруз по сохранению и развитию культуры и традиций, связанных с наврузом. То есть до арабского пленения и насаждения ислама, как мы это знаем. То есть этот праздник так и остался. Но это все равно, что если бы мы отмечали какие-нибудь языческие праздники, будучи православной империей российской. У нас такое было невозможно. То есть мы до указа императора Октябрьского 1905 года даже староверов преследовали. Они были поражены в правах, а тут ничего себе какие-то языческие дела. Но вот в исламе по-другому. Ислам это разрешил в тех странах, но не в арабских, как я уже сказал. Значит так. Побуждает государство члены прилагать усилия к повышению уровня информированности о наврузе, организовывать при необходимости ежегодные мероприятия во знаменовании этого праздника. Призывает государство члены, в которых отмечается навруз, изучать историю происхождения и традиции этого праздника в целях распространения знаний о наследии навруза в международном сообществе. Предлагает заинтересованным государством членам Организации Объединенных Наций, значит, заинтересованным международным региональным организациям, а также неправительственным организациям принимать участие в мероприятиях, проводимых государством, в которых отмечается навруз. Так что я частичка, так сказать, мира, значит, об этом празднике должен рассказать был вам. Спасибо, что выслушали. Еще немного о традиции. Навруз первый день иранского календаря, начало весны, 21 марта. Соответствующий дню, ураза, месяц, фарвардин, персидское, равноденство, равенство, дня и ночи, начало сезона, роста и процветания. Вот такая символика. Само слово «набруз» персидского языка переводится как «новый день», новое начало. В Иране празднование длится обычно 13 дней, из которых первые 5 дней посвящены встрече навруза и посещению родных и друзей. Вот они ходят в гости, накрывают столы, несут подарки, радуются, и это тысячелетиями происходит. То есть, исламу уже, считайте, сколько, полторы тысячи лет, значит, с лишним, а это еще до этого было тысячелетие. Вот такой древнейший праздник. Значит, девятый день известен как Шах-и-я-ран-навруз, шахский навруз, а тринадцатый день как Сиз-дах-бедар, тринадцатая вне дома. В Азербайджане в последние годы также целая неделя объявляется праздничный нерабочий. Здесь есть такая традиция, нужно зажечь костер, который называют Тонгал, и семь раз прыгнуть через него. Вот такие традиции, то есть, типа нашей Масленицы, только вот по-другому. В 2010 году навруз отмечался в таджикском городе Дангара, в 2011 году в иранской столице Тегеране, в 2013 году в туркменском Ашкабаде. Это как бы всемирная такая столица. Вот такая история, достаточно интересная, на мой взгляд. Я с вами с ней поделился. Следующее видео будет... А, еще я хотел что рассказать. Видите, тороплюсь, информации много. По поводу России. У нас 21 марта, это весенний солнцеворот, вербоносица. Значит, дата связана с солнечным циклом у многих народов, значит, как я и сказал. Значит, не стало исключением в день весеннего равноденствия, упадающего на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна. И в России тоже. На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы рая, жаворонки, принося с собой тепло. И присказка. Придет солнышко и к нашим окошечкам. Ждали этого дня люди. Значит, там же на весеннее равноденствие приходился день вербы. К этой дате она уже должна была распуститься. Время вербе осеребриться. Ветки вербы приносили в дом. Считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть. Бытовые неполадки, ссоры, болезни. Вот откуда еще традиция освещать вербу. Вербное воскресенье. В то же время с этим деревом связаны весьма неприятные суеверия. Говорили, например, кто вербу посадит, сам на себя заступ готовит. Это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату. Ну, такое крестьянское древнее поверье. Так что в России, видите, тоже весенний солнцеворот, вербоносица. У нас великий пост, первая неделя, ну, вот выпала на праздник Навруз. Поздравляю все народы России, кто отмечает Навруз этим праздником. У меня много друзей и клиентов, и поклонников, и поклонниц из Казахстана. Поздравляю Казахстан, Азербайджан, Грузию, которая как-то затесалась в этот праздник каким-то боком, не знаю каким, вот. Но тем не менее, чтобы не отставать, видимо, от братских народов. Спасибо, что выслушали. Ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. Значит, жду на приеме. Идем дальше.